Здравствуй, меня зовут Оксана, и ты сошел на канал Оксана АСМР. Для прослушивания и просматривания видео формата АСМР я советую тебе надеть наушники. Потому что в этом видео говорить я буду только шепотом и резать вот это восхитительное мыло, оно мягкое, это мыло ручной работы, и шептать, буду резать мягкое и шептать, о боже, восхитительный аромат. Сегодня я хочу поприветствовать своих дорогих, уважаемых подписчиков. Здравствуйте, мой хороший и добрый вечер, мои сладенькие. Я уже пытаюсь обкрыть это мыло. Мне нужно было сделать это, конечно, я думаю, заранее. Потому что это не так уж легко сделать, мне казалось. Вот такое вот оно восхитительное, посмотрите. Не знаю, чем пахнет, пахнет, очень вкусно пахнет. В общем, мои хорошие. Сейчас я пооткрываю вот эти вот все мылки, да, сразу. И буду резать тех, кто мне уже писали, что Оксана, вы будете его резать вот это вот мыло глицериновое, которое красивое, вам прислали. Я говорю, конечно, буду. Вот, и сегодня я вот взяла шесть кусков. И сейчас я их распакую. Я не знаю, сколько это может быть за распаковка. И как они его вот так упаковали. На случай атомной войны, как будто покороче говоря. Вот так, наверное. Боже, какое красивое, смотрите. Это пахнет сиреневым цветом. Где на нем написано? В общем, сейчас я распакую все эти мылки, потом сочетаю вам темку, которую одна из моих подписчиков. Очень активная девушка. Моя подписчица на канале, она очень активная. Она регулярно, постоянно пишет комментарии мне. И это уже не первое будет видео, которое я снимаю по ее просьбе. По-моему, второе. Вот это апельсином пахнет, я даже читать не буду. Посмотрите на него. Это же просто эстетическое какое-то. Такой красоты получаешь. Посмотрите, какая красота. И, кстати, кому мы за это спасибо говорим? Ксюше из Москвы. Ксюша. Привет, моя сладкая. Привет, моя хорошая девочка. Вот они, твои красавчики. Твой подарок мне. Спасибо. Резать буду сегодня. И уже в двух видео я порезала твоего мыла. Но не говорила об этом. Прости. Благодарю тебя за вот эту красоту, за все. В общем, господи, быстрей бы мне его, конечно, открыть и начать уже резать и рассказывать вам. Ну, я вам сейчас в графе скажу. У меня девушка эта, которая написала мне темку сегодняшнего шепота. Видео. Она, не пойму, чем пахнет. Как будто водорослями какими-то. Смотрите, какая красота. Восхитительная. Правда ж? Она написала мне второй раз это письмо одно и то же. Первый раз она написала. Масума, по-моему. Вот. Сейчас покажу вам. Вот. Масума. Если, простите, если я неправильно произношу имя, если по-русски оно звучит так же, как вот просто английскими буквами, то Масума. Я думаю, Валиева или Велиева. Валиева, наверное. Короче говоря, простите, пожалуйста, меня автор письма. Если я неправильно произношу ваше имя, и напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как правильно. Вот. Второй раз она мне написала это письмо. И когда второй раз она мне его написала... Ну, я думаю, сейчас я вам его сочетаю. И вы поймете. Ммм, это лимоном пахнет очень сильно, очень сильно цитрусовый аромат. Красиво, какие-то завитки такие. Не знаю, сейчас посмотрим резко, что будет. Так. Ксюша, спасибо тебе, моя сладкая, за вот такое восхитительное малость. В общем... Я так поняла, она с ума. Простите, если я неправильно говорю ваше имя. Она работает в компании, в какой-то... Ну, может быть, в крупной, может, не крупной, не знаю. Но пишет компания. Если компания, это какая-то, наверное, крупная организация. Хотя компаниями сейчас назвать себе все, кому не лень даже. Вот это мой какой. Ой, боже. Чем оно пахнет, не пахнет. Тут написано на экстракт фокуса и ламинарии. Ну, да, чем-то дает морской запах. Слава Богу, мы тебя открыли. Посмотрите, люди, какая красота! Красота! Посмотрите, это же восхитительное мыло вообще. Красота! И давайте-ка я вам вот это вот письмо зачитаю, да? И буду грезать мыло, и шептать, что я думаю об этом поводу. На второй раз человек пишет, я не могу игнорировать. Здравствуйте, Оксаночка! Что делать, если рядом есть те, кто творят зло? Понимаете, да? Как вы относитесь к стойкачам? Вот к таким. И вообще к этому явлению. К этому явлению в компаниях на любом рабочем месте. Просто такое вот гнилое зло есть у меня на работе. Вот вы представляете, до чего допекло человека, да? Так писать. Есть у меня на работе. Общается со мной ежедневно. Завидует, при этом улыбается и собирает информацию обо мне и о других сотрудниках. Ну, прям у вас там, я не знаю, шарлаком с какой-то по всем углам сплетни собирает. Просто тошно. Вроде ничего плохого не делает открыто. Но гнилье еще то. Вот. Это вот все вот написано. Это не мои придумки. Наболело. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение на сей счет. Как с этим бороться? Да и стоит ли вообще? Спасибо. Итак, мои милые, вот что я хочу сказать об этом поводу. Ну, я последнее, мое рабочее место, я работала в клубе, в крупной такой компании. Именно вот как современная такая крупная компания. Дают машинам и продавать. Ну, в общем, в крупной компании. И я понимаю вот эту вот девушку, да, которая сейчас мне написала вот это вот письмо. Потому что, ну, я знаю, о чем она пишет, да. В общем, рядом с ней есть человек, который в глаза одного за глаза другой и хочет стучит. Ну, она пишет сначала же как стукача. Так вот, что с этим делать? Собирает сплетни там туда-сюда, да. И стучит. А стучит начальство, наверное. Ну, конечно, кому еще стучит? Если она просто сплетни собирает, ходит, да, в компании. И как бы людей лбами сталкивает там у самих сотрудников. Это начальство, это не трудит. Ну, это одно дело. А если этот человек ходит, собирает информацию, сплетни какие-то, выискивает там недочеты в работе или еще для того, чтобы именно стучать начальству и как бы, как говорится, в попу без мыла влезть, да. Если цели разные бывают у людей, начальство, то это другое дело. Вот. Итак. И вот моя сумма пишет. Значит, что тошно и туда-сюда, и как вот с этим можно жить. Я понимаю, как тяжело это. Но, как тяжело это, когда ты не понимаешь, как с этим жить и как, что с этим делать, и когда это уже все надоело. Вот рядом, она пишет, рядом со мной, вот такой вот человек, ой. В общем, моя ты дорогая, что делать тут? Ну, тут, ну, что ты можешь сделать? Ничего. Тут нужно понять, понимаете, что это, ну, вот если он человек такой, да, вы ничего не сделаете. Если есть у вас возможность не общаться, не общаться, то не общайтесь вообще. Либо сведите вообще общение как бы к минимуму, да. Ну, тут, естественно, если вы уже сами знаете, что человек все уходит там, сплетни забирает, носит. Ну, вообще не надо никакой информации давать. Таким людям это раз чувствует, вот вы пишете, завидует туда-сюда, да. Вот знаете, вот может быть то, что я сейчас скажу, как будто покажется странным. Я думаю, что многим в основном, да, а может быть и нет. Напишите мне в комментариях. Вот, я уже, как говорится, человек взрослый, но у меня понятие жизни уже как-то вот, ну, я может быть, не знаю. Короче, много пережила в жизни, как это жизненный опыт есть, да. И тем не менее я все равно пытаюсь как-то развиваться, понимаете, духовно, да. Ну, читаю литературу какую-то такую именно не художественную, а такую вот именно по психологии. Я люблю почитать еще что-то, не всегда правда доходит, я честно говорю, и не все сразу, да. Смотрите, какая красота. Ну, вот смотрите, я вот, допустим, мне кажется, теория верная. Знаете, какая? Вот то, что мы видим плохого в других людях, да, или в конкретно взятом человеке, понимаете? Нужно понимать то, что мы видим плохое. Вот это тоже самое есть и в нас. Просто мы это не проявляем, понимаете? Вот. Ну, не зря же говорят, что возлюби ближнего своего как самого себя, понимаешь, читаем. Многие люди это не понимают и не представляют, как это возможно и почему мы должны возлюбить ближнего как самого себя. Это я говорю к тому, что, ну, вот эту женщину, наверное, вот эта сплетница стукач, я не знаю, ее просто, ну, пожалеть надо. И спасибо ей сказать, честно говорю, массу, знаете, за что? За то, что она своим вот таким вот, по нашим, ну, как бы по вашим, по сожалению, безобразным поведениям, да. Она, вот представляете, какое она дает показательный вот пример для всех, вот как не надо жить, да. Ну, вот представьте, вот давайте с другой стороны, ну, хорошо. Она вот стукачет, сплетнется, все, все. В ваших же силах не общаться или общаться, ну, допустим, не доверять какие-то ей такие темы, которые, допустим, она может использовать в своих делах ваших. Ну, то, что вот вы говорите, вы обращаете внимание на то, что тошно вот это все, это вы поймите, что это чисто ваше, понимаете, ваш взгляд, вот то, что вы проецируете у себя в голове, да. Вот так вот вы ее видите, а вы посмотрите вот на это вот с той стороны, как я вам говорю. Представляете, вот этот человек, да, мы же все как бы одухотворенные существа, да. Я сейчас такую вещь скажу, я не знаю, после которой, может быть, вообще меня многие не поймут. Я вообще считаю, что мы, это бессмертные души, пришедшие света на землю, чтобы пройти опыт определенной жизненной опыте в человеческом теле, понимаете. Но не люди, рождившиеся с душой, чтобы пройти духовный опыт, вы разницу чувствуете, да, но не знаю, может быть, зря я об этом заговорила. Ну, в общем, вот у меня, допустим, я работала на работе, приблизительно то же самое, был такой человек, женщина, да. И все, все, ну, практически весь коллектив знал, что вот она вот такая, она вот, как вы говорите, стукать, что-то, она именно, что вот без мыла в попу тебе влезет, да, вот взятит, придет с тобой там, расговаривает, что-то выглядывает, заглядывает там, пытается по душам вроде бы поговорить, понимаете. Ну, что-то такое на ус себе намотает, не дай бог ей что-то сказать, все, сразу пишет к руководству, понимаете, руководство уже в курсе, и тебя вызывают на ковер, если не сегодня, то завтра, или там кучу информации насобирают, тогда вызывают на ковер. Посмотрите, какая красота, и все об этом знали, все об этом знали, что Света, назовем ее словом, а что Света вот такая, да, понимаете. Ну, вот я не могу сказать, что она была плохим человеком, вот фиг его знает, я, или она была слишком умная, или она дура была, вот одно из двух, да, но я не думаю, что она была дура. Это, конечно же, если делалась намеренно, чтобы выслушаться просто, вот и все. И вот мы с ума, вы спрашиваете, вот что с этим делать, как с этим бороться, если есть возможность, да, вообще, ну, отойдите от этого человека потихоньку, 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 по-умному, и все, все, все. А если невозможно не общаться, да, ну, тогда общайтесь очень-очень аккуратно, если вас, ну, если вы, вот, вы считаете, вам завидуют, туда-сюда, вообще, без головы выбросить, вообще не думайте об этом. Да, да, мало ли кто мне, допустим, завидуют, да, как я хотела на это вот и все, ну, завидуют, что-то, понимаете, вот этой завистью человек, что он же себя только разрушает, да. А когда вы думаете об этом, вы себя разрушаете, вы себе нервы мотаете, вот и все, это абсолютно вам не нужно. Но если вы светлый, добрый человек, в чем я уверена по вашим письмам и комментариям этим, вы задумаетесь вот над этим, да. Вот этого человека, который, там, мощик, сплетник, там, как-то, стукач, надо, пожалеть-то просто надо, вот и все. Это же, ну, вот вы представляете, какой жизнью живет человек. Вот и все, мы просто, ну, как, как говорится, не судим, я вообще живу по принципу, не судимый, не судимый будешь, да. Ну, когда ты явно видишь вот такое вот, да, ну, вот я вот к этому отношусь, как вам сказать, да не то, что равнодушно, ну, мне просто и невысокомерно. Ну, можно сказать, что вот если я вот, допустим, заметила вот такое, да, я бы даже и общаться не перестала с человеком, просто бы наблюдала бы за ним, как, что дальше будет, вот и все. Мне даже вот интересно такой эксперимент. А если вы пишете, надоело уже, сил нет вообще, ну, не общайтесь, если есть возможность, на работе не всегда, ну, поэтому подружку можем, как говорится, послать и не общаться, да, на работе нам иногда мы вынуждены общаться, но я вот так говорю, что вот я считаю, что вот это вот все-таки правильно, что вот так вот, мы же все как бы дети Господние, да, ну, не знаю, я просто верю, вот, я не атеистка, поэтому я вам что хочу сказать, вот и возлюбить ближнего, как самого себя, почему? Потому что мы все из одного теста, одно, это я вам говорю вообще так вот образно, да, мы, как говорится, все дети Божьи, да, и получается, мы все братья и сестры, получается. Поэтому, ну, отнеситесь вот так вот к этому, понимаете? Не слились, не слились, не расстраивайтесь, тем более не судите вот этого человека, да, и тем более не надо ни с кем ее обсуждать, то, что она такая, сякая, это получается, если ее обсуждать, это получается уподобляться, да, ей не надо свою душу, как говорится, Марат. Не знаю, не знаю, вот так выбежите у Сталина, но с другой стороны выбежите ничего вроде бы особо плохого, вот лично вам она не делает, да, ну, и плензина все это, ну, пусть, пусть живет, как живет, господи. Понимаете, понимаете, у каждого у нас, да, свой путь тут, ой, простите, мои сладкие, но не зря же мы родились, да, не зря же наши души пришли на эту землю, у всех свои задачи, мои дорогие. Почему мы все разные? Потому что у всех, у нас, у каждого есть своя задача, да, прожить эту жизнь и какие-то уроки, как пройти какие-то уроки, да, пережить какие-то ситуации, я это я так считаю. Ну, я вам сразу хочу сказать, что вот то, что я говорю сегодня в этом видео, это ни в коем случае не истина. Во всех инстанциях это чисто мои такие вот просто размышления, это вообще ничего не значит. Ну, если, может быть, кто-то со мной согласен, спасибо, если нет, скажите, дура, дура, но это ваше дело. Я, у меня человек спросил, я отвечаю, вот, знаешь, что делать в такой ситуации, когда ты знаешь, что рядом с тобой стукач, вот такое что-то, да ничего не делать, ничего, пускай. Я, может быть, даже в глаза сказала, например, если бы я узнала, ну, вот, человек бы лично мне навредил, там, допустим, или что-то такое, я бы, может, в глаза сказала, что делаешь, что творишь-то. В общем, я бы, может быть, сказала, а, может быть, нет, а, может быть, и сказала бы, у меня характер тоже такой. В общем, держать в себе вот это вот все, понимаете, эмоции, это хуже, чем выплеснуть их, но так как дело идет, ой, речь идет о работе, о рабочем месте. Это же не просто ваша соседка, которого нужно послать, да, до работа, если это такой человек, он вам может навредить, реально, реально навредить, разослиться и навредить. Вот. Так что тут надо подумать, здесь понимать, ну, просто вот надо вам воспринимать этого человека вот таким, какой он есть, вот и все, и просто пожалеть его, вот и все. Пожелеть его, посмотрите, может быть, отношение изменится, потому что все равно на духовном уровне, как говорится, происходит в физической жизни, да, одна жизнь, но есть еще духовная жизнь, да. Ну, не знаю, возможно, вот вы мне напишите, как вот вы сами думаете, вот вы же в конце сами, я когда прочитала, вы сами даете ответ на свой вопрос, как с этим бороться, да и стоит ли. Вот это вот последнее предложение, да и стоит ли, потом спасибо. Вот вы сами ответили, моя дорогая, на свой вопрос. Бороться не стоит, не стоит. А стоит принимать и воспринимать человека вот таким, как он есть, и делать для себя соответствующие выводы, вот и все. И не давать повода, да, повода не давать, реально навредить себе, я так считаю. Потому что это работа, если бы это была не работа, а ваша подруга, я бы вам посоветовала вообще прекратить общение, вот и все, вы же совет спрашиваете. А так как это работа, если вы не можете прекратить общение, мыло восхитительное, то, тем более вы знаете, кто этот человек, кто он и что он, да. Поэтому воспринимайте все так, как есть, и не надо с этим бороться, потому что, вот я вам объясняю, почему, потому что ничего вы не измените. Потому что каждый приходит в этот мир со своими задачами и целями для того, чтобы пройти свои уроки, вот и все. И не все же люди одинаковы, да, духовно, раз это согласно со мной, кто не согласен, напишите. Если есть люди, которые смотрят это видео, вообще меня не понимают, тоже напишите. Если кто-то не согласен, напишите, потому что Мазура будет читать комментарии, возможно, и вы поможете человеку, ну посоветуйте. Вот я обращаюсь сейчас к своим зрителям, к своим уважаемым подписчикам, вот такая ситуация сложилась на работе. Вот это просто от отчаяния, она мне уже два раза пишет. Что делать, вот такой гневой человек, вот невозможно терпеть, понимаете? Или вообще ничего не делать? Ничего не делать, это мой совет, вот и все. Наблюдать, если есть возможность отстраниться, совсем не общаться, потихоньку, только не в один день. Потихоньку, чтобы это не было какого-то среднего, ругаться не надо. И до тех пор, пока это лично вас, допустим, серьезно не каснулось там что-то такое вплодо, допустим, до увольнения вам подназрал человек, не надо выяснять никакие отношения, ничего. Просто держите, как говорится, в поле зрения, вот и все. Наблюдайте, смотрите за ней, она за вами наблюдает, а вы за ней. Вот и все, больше я не знаю даже, что я могу еще посоветовать, моя дорогая. Но вот одно хочу сказать, что вот такие люди, я считаю, вот нам даются в жизни, да, вот встречаются для того, чтобы мы поняли, каким мне надо быть, вот и все. И поэтому мы им должны быть благодарны за то, что, вот прикиньте, какую они работу важную выполняют. По сути, да, она вот живет, ее все считают говном, да, вот доносится такой-сякой, а она все это делает и делает и делает, а делать не просто так же. Это же самый сил такой, понимаете, высших сил. Чтобы, да, все другие люди видели вот такого человека, да, и понимали, не надо так делать, как она. Так, у меня, по-моему, соседи тут музыку включили, мои вы сладенькие. Давайте я буду с вами прощаться, потому что один раз Ютуб мне чуть не запанил видео из-за соседской музыки. Итак, моя хорошая Масуна. Девочка, я надеюсь, ты меня поняла хоть чуть-чуть. Напиши мне в комментариях, что ты думаешь о моем мнении. Итак, мои дорогие, давайте я вам пожелаю спокойной ночи. Я слышу уже громко музыку, что ли, они включили. Желаю вам, мои дорогие, спокойной ночи. Желаю вам на работе, всем. Никому не желаю вот такой ситуации, как у Масумы. Желаю вам здоровья, добра и счастья, любви. И желаю вам, мои сладкие, чтобы ваши ангелы-хранители всегда хранили вас везде, не только ночью, а везде. Вот так вот. Люблю вас, мои сладенькие. Порезала вот на такое великолепное мыло. Смотрите, какая красота. Шикарно. Пока-пока, мои сладкие. Спокойной ночи. Пока-пока. Пишите мне комментарии. Давайте поговорим. Может быть, мы вместе поможем Масуме разрешить эту ситуацию. Пока-пока, мои сладкие. Пока-пока. Что делать за стук о чем на работе? Пишите. Пока-пока. Целую, люблю. Продолжение следует...